Привет всем из Токио! Сегодняшнее видео опять о косметических покупках. Сегодня хотела показать вам покупки от фирмы Tom Ford. Первые две покупочки были сделаны в Москве, в ЦУМе. Почему в ЦУМе? Хотя я сама нахожусь сейчас еще пока в Токио. Я думаю, что многие те, кто на меня подписан в Инстаграм, уже слышали эту страшную историю, что в Японии все раскупают, особенно пользуются популярностью Tom Ford, и летние коллекции были распроданы буквально за несколько часов. Пришлось попросить моих родственников, чтобы они мне это купили в Москве. И вот мне уже пришла посылка, я уже опробовала все продукты и хотела вам показать, что же я там купила. Это первая из летней коллекции 2015 года. Я купила известный легендарный продукт в Tom Ford. Это бронзер Тера. Он всегда есть в обычной классической коллекции, но этим летом он вышел в таком вот белом маленьком кейсе и в маленьком объеме. Классическая коллекция, он идет в большом размере. Мне хотелось именно маленький. Но вот, кстати говоря, вот эта бронзирующая пудра именно в оттенке Тера, она вообще не продается в Японии. То есть даже в постоянной коллекции в большом размере ее в Японии нет вообще. Вот так вот все красиво упаковано. Такие вот золотые коробочки. У меня даже описание по-русски. Компактная пудра бронзант. В самом бронзере 8,7 грамм. Вот такой вот маленький красивый кейс белого цвета с золотом. Сзади вот такая вот прозрачная наклейка и золотыми буквами тоже написано Tom Ford бронзирующая пудра оттенок 02 Тера. Прозрачный просто защитный слой обычный. Так вот он выглядит внутри. Здесь зеркало, оно откидывается полностью. Вот так вот откидывается. И на самом зеркале здесь внизу тоже надпись Tom Ford. Очень красивый бронзер. Я уже им попользовалась. Очень он мне понравился. В принципе, его можно использовать как бронзер, но также его можно использовать и для легкой коррекции. Предположим, вот на лоб она вполне нормально смотрится. То есть, у меня нет никакой такой явной рыжины. Но оттенок не сильно холодный. То есть, он такой классический коричневый. Очень приятный оттенок. Очень мне понравился. То есть, в принципе, вот можно использовать для такой легкой коррекции, предположим, на скулы. И можно взять большую кисть, предположим, и наносить просто вот как бронзер. И это, если бы слегка загорелое, то это будет очень красиво смотреться. Мне очень понравился оттенок. Я вот сейчас абсолютно не загорела. Я в этом году не загорала. И вот на моей даже такой вот белой коже он хорошо смотрится. Я думаю, что если у вас легкий загар, то он будет хорошо смотреться совершенно однозначно. Оттенок коричневый, не слишком холодный. Но в то же время у него нет вот такой вот неприятной рыжины. Хорошо она легко наносится. Прекрасно растушевывается. Очень удачный цвет, красивая упаковка. Все очень мне в нем нравится. И особенно то, что это вот такой вот маленький красивый кейс. Меня это очень радует, потому что я очень люблю, во-первых, конечно, попробовать разные продукты. И очень большой объем мне не нужен. А здесь вот такая вот миленькая упаковка. Маленькая белая с золотом. Я вообще очень люблю вот это сочетание белая с золотом. А в нем нет никаких блесток. То есть в нем нет никаких светоотражающих частичек видимых. Приятно ложиться. Я бы даже не сказала, что он дает какой-то сатиновый отлив. Нет, у него в принципе отлива никакого нет. Он абсолютно сухой и матовый. Но в то же время текстура, она, как бы так сказать, не противно матовая. Знаете, бывают такие текстуры, они более такие тальковые. И когда лицо выглядит слишком каким-то пересушенным. То есть вот такого эффекта нет. Вот оттенок Тера, он очень многим подходит. Многие его любят. И многие имеют большой объем. То есть такой вот универсальный цвет. В общем, очень осталось довольны этим цветом. И второй оттенок вот в этой же коллекции. Там было два представленного бронзера. И второй оттенок, он был более рыжеватый. И в нем был золотой шиммер. Я вот его тоже попробовала в универмаге. Скорее он подойдет только для идеальной кожи. Для загорелой кожи. То есть он очень сильно подчеркивает любые недостатки. Даже подчеркнет те недостатки, которых у вас нет. То есть за счет вот этого вот шиммера. И на светлой коже он не очень хорошо смотрится. Вот этой покупкой я осталась очень довольна. И вот у меня появились теперь любимчики. И вторая покупка, которую в Японии расхватали сразу. То есть ее здесь уже невозможно было достать. Но вот в Москве в ЦУМе совершенно спокойно продавалось. Это лимитированные румяны из летней коллекции. Оттенок номер 01. Но этот оттенок один, единственный в этой коллекции. Это кремовые румяна. Просто невероятной красоты. Я их тоже пробовала в универмаге до того, как еще появилась коллекция. И хотела их купить. Но вот когда я пришла в универмаге, уже их не было. Оставались буквально вот эти вот большие наборы из летней коллекции. Но, к сожалению, я их тоже пробовала. У меня оттенки в них не подошли. Я вот хотела именно вот эти вот кремовые румяна. Очень они мне понравились. А здесь тоже абсолютно такая же коробочка, как и терра. То есть они близняшки. Значаются только тем, что вот сзади здесь надпись. И, значит, здесь написано, что это кремовые румяна, томфорты и так далее. Тоже такая вот беленькая, с золотом. Внутри тоже все сделано в золоте. Тоже вот так же раскладывается крышечка. Очень красивый коралловый оттенок с золотым шиммером. Попробую нанести. Румяна я вот уже пользуюсь им несколько дней. Нанесу вот так вот пальчиком. Можно, конечно, кистью нанести и просто вот растушую кистью. Вот сейчас я их растушевала. То есть, в принципе, их можно наслаивать. Хоть можно сделать, конечно, намного ярче. Мне кажется, этот оттенок будет очень хорошо смотреться именно на загаре. Хоть я и не загорела, мне тоже нравится этот оттенок. Вот такие у меня были покупочки в Москве. И сейчас я вам покажу, что я покупала еще из Томфорда здесь, в Японии. В Японии всегда пакуют в оригинальные пакеты Томфорда. Вот такой вот маленький черный пакетик. И купила я палетку теней. Я ее уже давно довольно-таки хотела. Но она вот самая популярная вот здесь, по крайней мере, в Японии. Этот оттенок самый популярный. Называется он 03 Coco Mirage. Это единственная палетка матовых оттенков в Томфорде. Потому что в Томфорде все тени для века, они имеют такой шиммерно-сатиновый отлив. И вот эта вот палетка, она единственная, имеет три матовых оттенка в Томфорде. Ну, на данный момент, может быть, конечно, они потом выпустят еще матовые оттенки. Сначала вам покажу кейс. Значит, кейс темно-коричневого вот такого лакового цвета с золотом. Здесь надпись Томфорд. Такая вот большая палетка. И в самих тенях, сейчас я вам скажу, сколько здесь грамм. 10 грамм входит. 10 грамм. Вот так вот полностью откидывается крышечка. На зеркале здесь также идет надпись Томфорда внизу. Кисточками из наборов я обычно не пользуюсь. Поэтому они у меня лежат даже новенькие. Здесь входят две вот такие вот кисточки. С одной стороны здесь обычные спонжики. И с другой стороны, значит, на одной кисточке маленький узкий спонжик, который, в принципе, вот очень удобно, например, что-нибудь прорисовывать. Можно им даже рисовать стрелочку, предположим, тенями. Кстати, вот эта вот кисточка очень удобная, я думаю. Надо будет ей попробовать. Хороший спонжик. И вот такая вот скошенная кисточка. Скорее всего, я даже не знаю, что это. Скорее всего, это некрашенный козлик. Но, скажем так, не самого лучшего качества. Но для кисточки из набора, в принципе, неплохая. В принципе, я думаю, ей вот можно растушевать. А я купила эту палетку из-за вот этих вот трех оттенков матовых. Тени очень хорошего качества. То есть, качество теней Tom Ford, я бы сказала, одно из лучших на данный момент в люксе. Я вам покажу свотчи. Но вот посмотрите с одного раза, какая пигментация. Просто шикарная. Они настолько мягкие. Они настолько элементарно растушевываются. Тени просто шикарные. И вот этот вот последний оттенок, он шиммерно-сатиновый. Тоже он очень мягкий, очень хорошо отдает свой цвет. И вот, честно говоря, я думала сначала, что этот оттенок мне не очень подойдет. Оттенок коричнево-бронзовый. То есть, он отдает в бронзу. И у него золотой отлив. И я, честно говоря, думала, что мне этот оттенок не пойдет. Но я вот попробовала, тоже делала с ним макияж. Если я найду фото, я вам тоже вставлю эту фотографию. Очень красивый оттенок. Просто шикарно смотрится на глазах. Очень мне понравилось. То есть, в принципе, если вы ищете вот в люксе какую-то матовую палетку теней, то это очень удачный вариант. Первый оттенок вот этот вот, он матовый. Он не совсем белый и не бежевый. Я бы сказала, это немножко такой в песочный оттенок. Вот второй оттенок тоже матовый. У него такой карамельный какой-то оттенок. Сначала, когда вроде бы его вот так наносишь, он смотрится более холодным. Но когда вот передается на кожу, на моей светлой коже, он смотрится таким вот коричнево-карамельным оттенком. Самый темный матовый. Оттенок классический, такой темно-коричневый. Очень хороший оттенок. Летчика осталась очень довольна. Очень хорошее качество. Просто шикарная у тени Tom Ford. И была у меня еще одна покупка помады. У меня уже несколько помад от Tom Ford. И очень я ими довольна. Очень они мне нравятся. Я выбрала еще один оттенок. По вашим советам вы мне оставляли комментарии под видео, что тут есть такой красивый оттенок. Я его попробовала. Он мне очень понравился. И я купила. Называется он Indian Rose. 04 у него номер. Просто потрясающей красоты. Вот на каждый день. Очень красивый цвет. Этот цвет такой припыленной розы. Если будет фотография, я вам ставлю фотографию. Очень приятный цвет. У меня просто с ним случилась такая любовь. Я практически в нем каждый день. И на день красиво смотрится. И на вечер. То есть оттенок не слишком светлый. И он не слишком темный. Просто идеальный абсолютно цвет. У помады Tom Ford есть довольно-таки сильный запах. Такой ванильно-фруктовый. Я не могу сказать, что я люблю вот эту вот отдушку. Мне бы, конечно, понравилось, если бы отдушка была какая-то более нежная. Все-таки в помаде. Она быстро выветривается. И, в принципе, эта отдушка меня не напрягает. Помады очень пигментированные. То есть они просто одного раза перекрывают пигмент губ. Насыщенный цвет держатся. Они очень долго. Часов шесть они держатся. То есть это нестойкие помады, которые въедаются в губы. Но вот за счет своей плотности, за счет вот такой текстуры, они держатся очень хорошо. И они не текут абсолютно. То есть даже летом, даже в жару, вот эти вот помады, они не потекут. Вот и решила приобрести еще одну помаду. Осталось довольно оттенком. Вот если будете выбирать помады, обязательно попробуйте оттенок 04. Indian Rose называется. Мне кажется, этот оттенок самый популярный в Tom Ford. Спокойный, элегантный цвет. Никакого шиммера в этих помадах нет. Но вот чем они хороши, что они очень хорошо долго держатся. И то, что у них очень плотное покрытие. Не скатывается, она не закладывается в складочки. Лежит очень ровно, красивым слоем. Хорошие помады Tom Ford. Очень они мне нравятся. Вот такие у меня были покупочки в Tom Ford. Осталась очень довольна всеми этими, абсолютно всеми покупками. Очень рада, что я все это купила. Обязательно пишите свои комментарии. Пишите, если вы что-то пробовали из этих продуктов. Или из каких-то других продуктов от фирмы Tom Ford. Как вам нравится эта фирма. А я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания, Стокия. Субтитры сделал DimaTorzok